Духовные внуки Сам он пошел по пути служения церкви в результате личного знакомства и общения с архиепископом Лукой Войной-Синецким. Ветеран Великой Отечественной войны, сотрудник Крымского обкома Борис Никитич Кирьянов по личной рекомендации святителя Луки в 1947 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а уже через год в Академию. Учился вместе с Алексеем Ридигером и Василием Ермаковым, был архивариусом у митрополита Григория Чукова. В 1958 году во время хрущевских гонений на церковь священник Борис Кирьянов по 58 статье попал на 6 лет в лагеря и ссылку. Все это время оставался духовным чадом святителя Луки Война-Синецкого. Владыка писал отцу Борису письма и поддерживал семью политзаключенного. В 1974 году поправить окончательно подорванное здоровье врачи давали ему максимум полгода жизни. Заштатный священник Борис Кирьянов приехал в Кисловодск. Вокруг батюшки собралась сплоченная община православных христиан самых разных возрастов и профессий. Отец Борис отошел ко Господу 11 сентября 2006 года. Через несколько лет после кончины отца Бориса Кирьянова его духовные чадо создали благотворительный фонд святителя Луки Война-Синецкого для оказания духовной и медицинской помощи людям. Силами фонда в городе Кисловодске выстроен храм и клиникодиагностический комплекс святителя Луки. Всегда такой вот перед глазами пример всплывает. Вот мы знаем, что наши-то под Москвой победили, и Сталинградскую битву выиграли. А вот люди, которые там сидели в окопах, они что думали? Они знали, что они победят? Нет, я думаю, что они понимали умом, что они проиграют. Но они до конца делали свое дело. Воевали просто до конца. Кто-то погиб, кто-то выжил. Они не знали, что они были уверены, что они погибнут. Но они делали свое дело, они победили. Вот, собственно, вот, наверное, так же. Такое же отношение. А что думать, получится, не получится? Делай свое дело, Господь поможет. Если это дело от Бога состоится, если нет, значит, разрушится. Вот оно, вот оно, как бы тоже. И что? А как это влияет на наше отношение к проекту? Никак абсолютно. Делай свое дело, работай просто честно, искренне работай, с полной самоотдачей. И все. А что, святитель Лука думал, что ему сталинскую премию дадут? Или он поехал, извините, находясь в ссылке, он пишет письмо Калинину и просит направить его в любую точку. Хоть на фронт, хоть в тыл, в ИВК-госпиталь. Для того, чтобы помогать солдатам. Он говорит, а после войны, после победы, ну вот сижу то, что не досидел. Он что, думал о том, что им премию дадут? Да нет же. То есть ты делай полностью, не надо думать, что там сейчас Господь что-то пошлет. Делай. Господь пошлет. Но опять-таки, вот ищите прежде Царствие Божие и правду его. А остальное приложится. Ну Господь же не первую часть только сказал, он же и вторую часть сказал, что приложится. Ну надо терпение немножко набраться и все. Приложится. Кстати, смешно, когда говорят, а ну да, конечно, делают хоро, этот клинику, хотят обогатиться. Ну вот если бы клинику не строить, мы бы действительно были бы очень богатыми людьми, потому что туда столько вложено уже, а дач пока нет. Дело не в этом. Если мы помним цель, вот главное всегда помнить цель. Для чего ты это делаешь? Куда ты идешь? Знаете, вот вы же вводите машину, наверное, да? Вот когда начинаешь учиться, почему все вот так вот сидят за рулем? Хотят увидеть вот то, что у тебя под колесами. И машина вот так вот едет. А когда смотришь вдаль на горизонт, какую-то точку поймал, машина всегда едет ровненько. Поэтому не надо забывать о цели. И цель должна быть всегда очень далека. Вот китайцы планируют все на 500 лет вперед. Это не значит, что так получится. Но у них такое планирование дальнее. Мы понимаем, что если этот проект состоится вот так, как мы его задумали, то, наверное, он в полной мере состоится даже не в нашей жизни. Но планировать надо вот туда, вот далеко. Тогда все будет получаться. Если ты помнишь об этой цели и для чего ты это делаешь, тогда проще. Ты не для себя это делаешь. Продолжение следует...